так всем привет с вами кастом rc сегодня у нас такая очень необычная ситуация нам из всего вот этого в течение 20 часов нужно собрать то что порвет мюгена на треке я не знаю удастся это или нет у нас день и ночь впереди начнем заодно кстати говоря обкатаем все эти комплектующие перед полной сборкой годзиллы погнали а друзья начнем с моторам и нужно будет поставить мотор на моторам и но как видите возникла большая проблема в том что вот эти вот ребра жесткости они попадают прям на одно ушко крепления то есть ответственно когда она будет закрываться она также попадает прямо на них видите здесь значит наша задача будет спилить один венец этих вот ребер жесткости спиливать будем дремелем такая штучка с насадочкой прямо так сейчас в руку пройдемся и все будет готово так вот такая вот штука получилось полностью сточил весь ободок сейчас примерим станет все теперь видите встает хорошо и закрывается все моторама готова сейчас скручиваем примеряем так сказать на саму деку посмотрим как я будем ставить пилить новые дырочки чтобы она могла регулироваться дальше можно было выставить зазор и очень важно будет просверлить ровно до чтобы мотором стоял относительно самого спора стоял мне вот так да не под углом а идеально от 90 градусов одно крепление снялась хорошо погрел болты выкрутилась а второе к сожалению не снималась пришлось его высверливать все там высверливал и вот его осталось кстати говоря да если вот например у вас болтики не хотят выкручиваться на лактайте сидят достаточно погреть его например на зажигалку или над газом погрели и уже можно снимать хорошо но вот видите 1 снялся 2 все-таки не снимался пришлось прибегнуть таким силовым методом так сейчас примерим наш моторчик будет стоять сюда может быть чуть-чуть его ближе сюда пододвинем крепление получше принципе тут пиньон позволяет двигать вообще куда угодно как угодно достаточно унифицированно сделано то есть мотор вплотную вообще встает я думаю даже сам маленький пиньон станет без проблем сейчас нас на 16 пока пиньончик стоит как-то так сделать здесь пиньон вот такая вот компоновочка здесь серва будет стоять вместе с боксом вот не знаю куда аккумуляторы пихать на годзилле то она будет на 16 метров длиннее там место будет вагон вообще а вот здесь проблемно не знаю куда ну куда им придумаем запихну аккумуляторы надо что-то сделать будет все сейчас тогда делаем разметочку подкрепление мотора и уже примеряем мотор смотрим как он будет стоять крепить будем начать на раз два три болта возможно четвертый но он здесь попадает прям на отверстие поэтому скорее все здесь зацепиться будет не за что но я думаю что трех болтов этих хватит может быть есть тоже сейчас пропилю небольшой выпил и с помощью шайбочки прижмем этот край чтобы было максимально прочно сейчас значит сверлим дырочки сначала сверлим вот эту дырку дальние немножко притягиваем нее и уже с помощью нее выставляем чтобы было сказать под 90 градусов к спору выставлять там уже будет видно а сейчас сверлим прикручиваем и выставляем а а а а а а а Такое отверстие получилось, вот оно, все вам видно, как раз, то есть можно регулировать немножко, чтобы был ход. Так, пропилили все дырки, у нас так регулируется моторам, ходит туда-сюда. Сейчас подпиливаем болты и пробуем все это дело втянуть уже с мотором. Так, прикрутил, вот на такие вот шайбочки поставил, чтобы была большая площадь контакта и зажима, здесь мы сейчас попозже тоже просверлим, ну и добавим все шайбочку, чуть перетянем, чтобы хотя бы вот эту часть держалась. А теперь самое сложное, теперь нужно выставить зазор и перпендикулярность к спуру. Этим сейчас будем заниматься. Значит, у нас есть такая перещаточка, конечно, это не очень хорошо, да, когда вот такие вот торчат снизу, как бы, но у нас очень мало времени, поэтому сейчас некогда заниматься красотой, да, чтобы утапливать вот такие с потаенной головкой и так далее. То есть нам нужно сейчас быстро все это дело собрать, чтобы оно поехало. На треке, я думаю, это будет не особо. Этого достаточно вполне. Теперь все это дело притягиваем. Да, конечно, все это муторно, кажется, долго. На самом деле, если вы хотите что-то сами собирать, то без этого никак. Приходится постоянно все проверять, подтягивать, замерять. Но то, как бы, если один раз вы нормально все сделаете, то у вас все будет хорошо. Так, легкий зазорчик у нас остался. Ну, в принципе, все. Теперь, значит, выкручиваем один болтик, мажем его локтайтом и закручиваем. И так же потом с остальными. Но при этом не откручивая все. То есть по одному. Один выкрутили, закрутили, другой выкрутили, закрутили и так дальше. Все. Теперь всадим на локтайт и продолжаем дальше. Ставим серву. Ну, сервопривод у нас встает в стандартную плату, которая держит, да, вместе с боксом. Бокс оставляю. То есть сейчас вот так вот отпилим и вот это все дело прикрутим. Это нам не нужно. Так, сервопалуба прикручена. Сюда у нас вставляется сама сервочка. Вот так вот. Радиобокс я решил все-таки поставить вот этот. Вот сейчас его открутим и на двусторонний скотч найдем место, куда его, не знаю, придумать, разместить. Может вообще вот так вот. Так, переходим к пайке. Нам нужно заменить вот эти разъемы на наши 8-миллиметровые. Вот такие же. И спаять переходник от аккумулятора к регулятору вот на такие же разъемы 8-миллиметровые. Значит, нам нужно паяльник вот такой вот мощный, потому что разъем очень толстый. Получится их запаять только таким вот мощным паяльником. Паяльник кислота и олова, соответственно. Сейчас это дело разогреется и начнем паять. Вот такая вот пайка получается. Так, друзья, собрали мы нашу тачку. Всю ночь собирал. Все здесь очень вот так вот временно сделано. В общем, сейчас будем гонять с Мигином. Мигин, 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 Мигин. Вот он, красавица. Но шансов у нас нет, я чувствую. Потому что эта тачка создано побеждать. И башер. Баш, башмастер. Бушмастер. Друзья, ну вроде видит. Я честно ее сейчас запускаю первый раз. Вообще просто первый раз. Так, колымага наша. Вроде завелась, но не знаю, поедет, не поедет. Красавчик Мигин. Это бушмастер. Просто мастер, да. Вот такой у нас сегодня. Ой, сейчас помчимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих выпусков по Годзилле. Дальше мы уже займемся именно самой Годзиллой. То есть изготовлением деки, компоновкой, каркасом и так далее. Все. Всем пока.